Спасибо, Андрей, за такое представление. Я очень-очень рада сегодня быть на этом событию и представить такой шикарный блог, как карьерный рост в Коралловом клубе. Я, например, уверена, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что карьерный рост – это тогда, когда вы прилагаете усилия, когда вы работаете, когда вы развиваетесь и получаете за это достойное вознаграждение. Но не всегда в жизни так получается. Иногда мы приходим, начинаем работать, выбираем какую-то профессию и хотим что-то из этого получить, но не всегда это просто наше место, где мы хотим быть и где мы реально можем реализовать все свои способности. Так было и со мной. Когда я пришла в Коралловый клуб, мне нужны были только продукты. Я на то время про карьеру, про бизнес вообще ничего не хотела слышать, потому что я строила карьеру в криминальном управлении таможней. Я в общей сложности там проработала 17 лет. Я очень много работала, очень много училась, получила диплом магистра, разные награды получала. И все время я думала и надеялась, что я наконец-то начну жить, когда у меня будет вот этот счастливый момент, когда я смогу получить то, что я хотела. Путешествовать, жить где я хочу, ехать на такой машине, как я хочу. Но это не только был материальный недостаток. Я не ощущала, что я живу. И год после того, когда я употребляла продукт, я получила просто шикарный результат. И после этого мне открылся какая-то, наверное, возможность, я думаю, получить эту информацию, что в Коралловом клубе я могу реализоваться. И я очень долго смотрела, очень долго ехала на события, очень долго принимала это решение, но 6 лет назад на моем 42-м день рождения я подарила себе свободу и начала реально строить карьеру. И знаете, меня спрашивают, Винни, ты ты никогда не сожалела? Нет, я никогда этого не сожалела, ни одну минуту. Потому что через несколько месяцев после уже работы вот здесь я начала реализовать себя и получила достаток за несколько месяцев такой, как я получала за 17 лет в моем управлении. И я получила еще много. Я получила самое главное. Я получила смысл своей жизни. Следующий спикер — это человек, который, по-моему, стер все границы. Он, когда рассказывает на сцене что-то, его слушают и плачут люди, и все хотят потом поговорить с ним и сфотографироваться. Но через какие большие трудности он прошел, чтобы построить карьеру в Коралловом клубе, расскажет сам серебряный мастер из Латвии Юрис Сарьяга. Юрис, тебе слава. Спасибо, Винни, за слова. В Кораллов клуб я пришел 8 лет назад на здоровье. У меня детские теребральные параличи с рождения передвигаются в коляске. На тот момент мне очень надо было привести в парадок свое здоровье, так как у меня были сильные обострения спастики. Как вы понимаете, с моим диагнозом, даже окончив вуз в области IT, устроиться на работу было нереально. И это тоже давало дополнительный стресс. Продукты мне очень помогли. И через год, когда я получил свои результаты, меня пригласили на события, где я познакомился со своими наставниками и с высшим лидером Вильнюдой Медуницкой. И на событии я увидел возможность, как реализовать себя. Но все не происходило сразу. Мне понадобились годы для того, чтобы развивать в себе нужные навыки. Это не было легко. Я даже вначале не мог говорить так, чтобы другие люди меня поняли. Но это не давало мне повода сдаваться и думать, что это не для меня или это не работает. Надо понимать, что это не спринт. Это маратон. Я каждый день писал вопросы на наставникам. Мне все интересовало. Я каждый день учился. Со своим упорством и настойчивостью я достиг того, что я попал в голову своей наставнице Винитой Медуницкой. И мы реально начали работать. Я делал все, что она говорила. Я участвовал во всех мероприятиях. Внедрался в командную работу. Изучал материалы шаг за шагом. Выходил из зоны комфорта. Я работал над собственной домашней страницей. Работал над собой и ментально, и физически, чтобы в конце стать экспертом в нашей индустрии. Я помню, как пять лет назад мы с Винитой делали первые видео насчет моего результата по здоровью. Мы потратили целый день в 30-градусной жаре для того, чтобы снять два видео. Первых потребителей я нашел через соцсети. Потом появились лидеры, которых мы подключили к системе. Это можно сравнить с ручьем, которое постепенно движется к большому водоему и даже со временем становится океаном. Мы все работаем в команде. Я опора для нее в плане IT, так как я учился на этом. Мы создали бизнес-систему, через которую люди развиваются и приходят в нашу команду. Я четыре года сидел в статусе директора и со статуса серебряного директора до мастера мне понадобился один год. Я систематически шел вперед. Я собственными вопросами доставал виниту каждый день. И я делал все, чтобы развить себя как личность, как лидера, как человека. И это для меня требовало гораздо больше работы, энергии и времени, чем у любого другого человека. И прошло немало времени, пока я смог все свои знания передать своим бизнес-партнерам. На сегодняшний день у меня бизнес-партнеры в нескольких странах мира. И у этих людей нет проблем с передвижениями, с речью. И есть намного больше преимуществ и возможностей. И я осознаю то, что я продвигаю. Они же могут это умножить в десять раз больше. И в конце хочу сказать, что у каждого человека есть выбор. быть жертвой генетических проблем или же изменить свою судьбу. Если я смог, то любой человек может создать свой международный бизнес в этом океане возможностей. Спасибо за внимание. Спасибо, дорогой Юрий. Ты, как всегда, вдохновил даже меня. И я думаю, сейчас каких-то сомнений уже нет. У меня осталось ни у одного человека, что тут, в этом океане возможностей, как ты сказал, может реализоваться любой человек. Спасибо тебе большое. Всю историю. Реально пример для всех нас. Спасибо. Ну что, я думаю, все наши спикеры, они заслужили ваши аплодисменты, ваши виртуальные сердечки, потому что эти люди поменяли не только свою жизнь, они дали возможность поменять жизнь очень-очень многим людям. И я думаю, что вот сейчас уже, когда вы слышали все эти восемь историй, нет никаких сомнений, что человек любого возраста, любой профессии, любой страны, любой веры, любого опыта может реализоваться здесь, в нашем Коралл Клаб. Главное разделить вот эту вдохновляющую идею нашего, нашей компании. И очень важно, горящие глаза, теплое сердце, и то, что люди хотят отдавать больше, чем даже получать. И это настоящая карьера. Вот это истинная карьера, когда ты, отдавая другим, получаешь все блага. Признание, свободу, финансовую, независимость и бесконечная благодарность от всех окружающих. Спасибо вам большое.